Подписывайтесь на канал, ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещение. Есть! Как, ребят, патч разбирать, когда ссылки-то нет на патч? Ох, ну что это такое? Да это же телеграм-канал Арслана. И ссылка есть, что? Ух ты, надо бы подписаться, посмотреть, как удобно. Значит, Ому и Крутрус теперь забанены в аномалии, где 10 голды дтп дается мани-матч. Ну, потому что Ому очень жестко бежал в левел, а Крутрус мог сразу же с первого хода выкупать по 3 карты и сразу на трепет рашить. Из-за этого решили того и другого брать. Также Ому теперь забанен с инфляцией, потому что он на первый ход получал 2 голды. И, наверное, если играть по старте... То есть мы помним, как в прошлый раз тетели на Ому. Но, наверное, если бы играли через вторую таверну, то было бы все оки-доки. И начальный вот идет то, что у вас не 3 голды, а 5 голды. И все-таки, ну, могут зарешать. Так, и колесо Йокс-Арона вернулось в пул аномалии. То есть ее убирали, теперь ее вернули. Ну, собственно, по аномалиям, окей. По аномалиям, окей. Что там пишет комментарий разработчика? Короче, решили поменять там, потому что, чтобы мета была другая. То есть раньше была мета, там, допустим, зверей собирать, собирать бананы, собирать вот это все дело. Хотят немножко все это дело поднерфить, и чтобы другие вещи играли. То есть мурки там был... Ладно, давай, короче, до этого сейчас дойдем. Давайте потихоньку, маленько все смотреть. Вот, волк давал 3-3, теперь сейчас дает 3-2. Вроде как не сильно изменение, но нормально такое. То есть все еще в зверей можно играть, все еще тут то же самое, считай. Но просто неприятно, что как бы одно здоровье убрали, когда вы играете на зверях. Так, бананы слэма. Если раньше был тир-4, то сейчас стал тир-5. И фиг знает, ребят. Как вы считаете, хватает ли того, что бананов в тир-5 закинули? Адаме, привет. Которые зрения, ну, уже лучше, нормально. Пьян уже был тварь сделать. Мне кажется, они хотят просто проверить. Они просто не уверены, ну, в проблему в чем, волки или нет. Из-за чего вообще это все работает. Но, наверное, все еще с птичкой, все еще с волком, это сильно много, сильно много, наверное, не меняет. Ну, хотя, если раньше золотой, допустим, давал 6-6, сейчас 6-4. И каждый раз там под ревенера, под птичкой, это будет стакаться. И вы каждый раз будете терять по два здоровья. А именно жопка, да, важна. Ну, где-то на стаках это может разрешать. Так, пока музыку не оставлю. По крайней мере, стало меньше. Ну, мы пока не так много каток сыграли. То есть, я одну катку сыграл до стрима, и сейчас три катки сыграли. Пока еще, вроде, сейчас прям супер нового не смотрели. Вот. То, что Банана сейчас в Тир-5, а не Тир-4. То есть, ты его хочешь брать именно в зверях. Если раньше ты мог в четверке его, ну, просто добрать. И такой, эй, Асанская в четверке. Даже на реношке условно взял его, позолотил. И, не знаю, дошел ящер, уже как-то себе лицо сейвишь. Просто, благодаря этим пара карт. Плюс, ээээ... Есть аномалия, где вы копаете золотую четверку. И там Банана чуть ли не лучшая карта. То есть, если в Тир-5 можно поймать, то есть, золотая. Если в Тир-5 есть аномалия, ребят, там золотую Тир-5. То там уже золотого брана, наверное, поймать. Там еще чуть-чуть золотой. Там золотая... Пиратка, которая получает по 2, да? По 2-2 за каждый раз, когда вы монеты получаете. То есть, если есть жесткие карты, которые могут составить конкуренцию бананам. То в четверке Банан, наверное, был чуть ли не лучше. И в Тир-5 еще меньше штук. Да, еще и меньше копий. То есть, быстро найдешь и еще копий меньше. То есть, вы все еще, наверное, хотите его искать, когда вы собираете волка, вот этих зверей. Вы сидите там в пятерке, в шестерке. Вы такие, эй, Банану беру. Но уже этот. Уже их просто должно быть меньше и тяжелее собрать. Но зато мамаши вернули... Ну, точнее, мамаши ее опускают. Теперь она Тир-4 стала. Дает бестам по 3-3 каждый раз, когда они призываются. Ребят, что думаете про мамашу? Что это такое? Вы просто все еще мамашу не хотели играть. Вы часто ее просто скипаете. Даже в пятерке нападают. Вы такие, эй, не хочу. То есть, я думаю, мамаша может играть, если только... Вы прям реально пошли в зверей. То есть, у вас начало идет на зверях. Вы такие... У меня там черепашонок плюс всякие там... На начало там монопартом, какая-то крыса. И тогда мамаша пойдет. Может, там какие-то наги плюс сохранять по... Поэтому 3-2 краба тоже, да, можно быть оки-доки. В общем, могут быть ситуации, где она может временно выйти неплохо. Но, наверное, потом все равно уйдет. Ну, и часто там тоже где-то что-то подбафать. Ну, так. So-so. Вот это, кстати, довольно приятный баф. То есть, была 2-4, стала 2-6. То есть, вы в тройке часто... Я думаю, просто... Ну, пикабель с этой карты очень... Ну, так себе. То есть, у нее прикольная способность. Но часто вы 2-4 просто не хотите брать на 3-й таверне. И вы такие... Не, ладно, пропущу. Получит она себе стат. Ну, скажем, будет уже 3-4. Ну, это же не вау. Сейчас в этой стройке, видите, такие 2-6. Ну, неплохие статы. Она еще сама себе на голду бафает. То есть, на атаку бафает за счет голды. И там пиратов другие побафает. Ну, короче, пойдет. Особо ничего не меняет. Но просто вы теперь охотнее пекаете. Может, теперь больше темпа, чем карта. Да, так и есть. То есть, ты ее взял, чуть-то панул с ней. А потом продал ее, скорее всего, так. Вот. Что более интересное, тир-4 была карта, которая давала 3-2 статы, ну, элемам, до конца игры. Сейчас настало тир-2. И 2-1. Кто уже успел, ребят, поиграть? Кто уже заценил эту карту? То есть, мне пока скидывали в Телеграме скриншоты, где играли с этой картой, но играли только на этой... На инфляции. На инфляции высеяли в двойке и просто бафали. Все это дело. А если будет не инфляция? Если будет обычный, допустим, даже... Я знал, что не медленно. Она звучит, как очень медленно, на самом-то деле. То есть, это прям... Не знаю, это... Нужно обоих находить. Ну, с 2-1 картами, скорее всего, будешь проигрывать сейчас. Всем подряд. Зато, элемы чуть подбафаются. От того, что элемы сейчас получат 2-2, наверное, сильно не поменяется. То есть, нужно прям... Скажем, где-то 3 хода, чтобы элемы стали, ну, более-менее жесткими. У меня щел на мехе получил, смотрите, ход 2 штуки. В реборне, ну, это жестко тогда. Считай, как старая версия просто рада получила ее. Может, у них карта? Ну, не знаю. Надо будет попробовать сыграть как-то с элемами. Но мне кажется, они тоже довольно медленные. Но зато это не все изменения элемов. То есть... Сейчас вот эта карта сделает tier 4. Так неприлично, кстати, что вот эта карта tier 2, это tier 4. То есть, картинки сохранили же. Вот. И... Лич. Ну, кстати, да, лич. Там кто-нибудь этот... Террон, да, который будет уничтожать эту карту. Тоже, может быть, неплохо. Арслан, когда это обнова? Она вчера уже вышла. То есть, уже в игре. Если раньше был tier 2-0-6 и давал... Ну, получал одну атаку за каждого элементаря, которого разыграли, то сейчас эта штука никого не напоминает. Tier 4 1-1 получает 1-1 за каждого элементаря, которого вы разыграли в этой игре. Но это не боевый клич. То есть, он просто получает... Знаете, что надо было сделать? В конце хода получает, чтобы был совсем как... Как это карта называли? Элемы как будто неиграбельные, не вы почти в 100% случаев. Так, я говорю, мы сейчас читаем, что дальше будет. То есть, это все еще пока мало чрезмерений. Вот, смотри, элемы поменяли. Макмалок, да, вот, макмалок. Все, все верно. Звел его как макмалок, а было бы интереснее. То есть, ну, тот макмалок, он бафит за все... Вообще все карты. Здесь только за элемов. И был бы в конце хода, наверное, было бы интереснее. Реально, ну, типа, возвращение макмалока. Так, кажется, я в курсе, да. Поэтому это и не называется макмалоком, потому что это... Потому что все-таки чуть по другому работает. Но зато она, ну, как бы, тоже бафается за каждый раз, когда элемы. Плюс она сама, наверное, должна быть подбафанная, когда вы покупаете не один-один карты. То есть, сначала с этими чуваками, то вы хотите прям его четверки находить, он должен быть довольно статовым уже. Вот, бури поменяли. То есть, по статам была 4-4-2-2, сейчас стало. И... Ну, и как бы все, тир-4. То есть, это только плюсы. Вообще никаких минусов, считайте. Быстрее можно раскрутиться, быстрее там находите. Триплет в номе собираете. Нашли себе рерольщика, и можно просто в четверке съесть. У вас есть вот этот чувак, и сети просто крутите. То есть, там капли нашли, ему нашли, и все, четверки вообще нет смысла даже в пятерку особо было влапать. То есть, там G не только, но... Такое, да? Ну, и три-плет в шесть ради Рокоменталя. Который, кстати, тоже чипы меняли. Вот этот чувак. Ну, все, что мы сделали, простотов дали больше. То есть, сказали, ты был тир-4, стал тир-5, поменялся с ними местами. Но за счет того, что ты теперь тир-5 карт стал выше, у тебя теперь с начальной соты не 3-3, а 6-7. Ну, я не знаю. Он изначально был тоже в 6-7, по-моему. Ну, так, да? Это же байос, если выходишь в лембов, и ты играешь в кучу карт. Ну, да, да, он, говорю, сам по себе просто, и бафается, бафается. Третье, он был 3-3, сейчас стал 6-7. То есть, прикольно. Дальше можно будет бафать, а такое, но... Такое... Особо сейчас не поменялось. Вот. Рок-рок, ребят. Был 4-4, стал 5-5. Но, если раньше он был give you other minions, то есть, дает вашим другим миньонам 2 атаки, сейчас он дает просто вашим миньонам 2 атаки, потом меняется на здоровье. То есть, что поменялось? Он сам себя бафает. То есть, полевать на 4-4, 5-5, но он сам себя бафает теперь. Теперь это тоже боевая карта, теперь каждый раз, когда вы круте лембов, рок-рок, ну, сам по себе бафается. Баф на лембов? Да, баф на лембов. Потому что лембов сейчас просто реже начали играть. Они убрали трубача, все, лембов, винрейт у них упал, я не знаю, там в 2 раза считаете. И они решили их улучшить. Также, они смотрят, у них бесты классные. Бестов надо, ну, поднерфить. Смотрят, вот эта карта, они играют такие, ну, давайте дадим 2 здоровья. Я думаю, примерно так все работает. Такие, блин, что-то мурлоки этот жесткий, давайте, что-то этот, ну, именно вот эта карта жесткая. То, что F5 сделали, не помогает, все еще пекает, все еще очень жесткая карта. Давайте сделаем его Тир-4, но будет призывать только мурлока. Но, зато теперь вот он, он был раньше, 4-300, сейчас стал 3-4, это, ну, абсолютно неважно. Но, если раньше он призывал только мурлока, ну, давал, точнее, 2-2 мурлока и призывал его, теперь он может с любым персонажем это делать. То есть, можешь там клифф условно подбафать с ним, но это хуже, чем бассажабра, потому что ему нужен слот на столе. Ему слот на столе не нужен. То есть, эта карта была в разу сильнее. Но сейчас сделаю так, что эта штука призывает только мурлока. И, наверное, это делает прям мурлока 4-й твердок, когда вы разыгрываете, каждый раз он получает 3-3, ну, просто лучшая карта, верно? Он сидит, если рано найти темп, темп, в смысле, это карта, эта карта стала сильнее, само собой. Сразу сильно, насчет этого мурлока, но все равно это хорошее, хорошее изменение, потому что раньше там с измерями можно было это делать, то есть, под банана призываешь зверя, и он еще статы сверху получает, или, не знаю, там всякие, в конце поставил, у вас несколько бассажабров, которые призывают еще героев сверху, и там просто карты бескончаемые, все с ядами, все на свете призываются. То, что, то, что его поменяли, это прям, я думаю, сильно помурлок ему ударит. вот, короче, мурки тоже это сделали. Раньше он давал 1-1 за каждые боевые клички, которые вы разыграли в этой игре, и там разгонялся чуть ли там 50-50 условно, да, и в один ход вы просто, не знаю, играете на АП-пиратах, взяли, поменялись, теперь вы просто весь стол мурлоков, которые там, не знаю, три стола резко стали, и это просто был тоже один из лучших вин-кодишенов в конце игры. сейчас это сделано не таким жестким. То есть, все еще, если вы рану находите, 10-10, прикольно, там где-то под правом сыграли, может даже поставили под 8-5 мурлоком, пусть в конце сработает, но это не будет ваша прям финальный сетап. То есть, не знаю, если его подзолотить, тогда можно как-то пробовать по сетам потолкаться, ну там с обычной версии 8-5 мурлоком, ну такое, типа сал-сал. То есть, опять же, они смотрят, звери жесткие, поднерфить, мурлоки, супер жесткие, поднерфить. В то же время свинки не играют, особенно Агем и топ-эклик. И говорят, фак, все этот, поносят Агем и говорят, худшая карта, пятерки. В итоге, раньше давал 1-1, стал 2-1, то есть, теперь можно играть в солянку с Агемом, это все дело получали, и раньше нужно было 4 голды потратить, теперь нужно 3 голды потратить, чтобы он давал камень. Как, ребят, старые добрые, помните? Кто уже, ребят, собирал сетап с Агема плюс топ-эклика? Будет прикольно, я бы на этом сыграл, наверное. То есть, опять же, элемов чуть сделали лучше, звери сделали чуть хуже, мурлков сделали чуть хуже, свиток чуть подняли, паланка тоже был одним из лучших винк-эдишенов, то есть, был 7-7, дающий 7-7-7-7. Стал 5-5, дающий 5-5. То есть, теперь этот винк-эдишен, конечно же, не такой жесткий, то есть, все еще жесткие, но и такой жесткий, как был до этого. Наги посеят, Наги не думает, да, фиг с ним, играют и играют. То есть, кого не тронули вообще, ребят? Наг не тронули, не тронули демонов. То есть, демоны, по идее, довольно прикольные должны быть. Через Красникова, через Дирижера, вот это все дело. И, ну, Наги, наверное, как играли, там, были замаркаться, и так все еще так же. Демон фаланка все еще жесткая. Да, фаланка просто неплохая карта, то есть, ты можешь ее брать куда угодно и забафать, что будет меньше статов давать, но это все еще может быть, ну, довольно сильно. Те же самые там конгорши, нашел фаланку, дал ей реборинг, просто стол там под Ривендером. Просто, ну, как бы это было офигенно векодишн, а сейчас, ну, чуть меньше постам сделали, чтобы чуваки, которые качают статы, там, допустим, через топового клыка и агема сиишь, собираешься лянку, тебе приходит чувак с фалангой, ривендером, конгоршей, чтобы он тебя в помойку не выносил, чтобы у тебя были шансы его перескелить. Опять же шанс, скорее всего, он все равно, кстати, нифига не успеет. Какой смысл в агеме, если можешь арты бафать, так же с топовым клыком крутиться, и шарам больше 100 давать? Ну, ты можешь так делать, просто они хотят гема улучшить, потому что он был совсем мусором, и не хотят посмотреть, вдруг, если мы сделаем не один-один, а два-один, это как-то сделать его лучше. Скорее всего, не особо сделать, но все равно чуть лучше должно быть. Так, что еще здесь поменяли? Какие-то баги, пофиксили. Ну, собственно, все. Ну, довольно много всего, как бы не особо значительное, но все равно довольно много всего поменяли. Скоро по идее должна выйти прям еще довольно большая обнова, там, 4-го числа. И, я думаю, изменений должно быть еще больше. Честно говоря, немножко не поздновато спохватились. Вот бы они еще, знаете, что сделали? Забанили еще некоторых, ну, побольше персонажей бы забанили в этих, в некоторых аномалиях. Допустим, взять там, условного Голливикса, где вы покупаете карту, а там копия дается, там, крюк, что-нибудь подобное. То есть, он там вообще не должен существовать. Но там есть. Ну, и, я думаю, много таких, где определенные персонажи должны быть просто забанины. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ставим лайки, колокольчик для того, чтобы получать оповещение. Есть. Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok